Фестивальственный улиц прошел по дворам Тобольска. В этом году он отмечает 15-летие. Правда, пандемия заставила изменить формат, но это оказалось только к лучшему. Зрители получили бурю эмоций. Анастасия Плюснина с подробностями. Яркие и несуразные существа проходили между многоэтажек, издавая странные звуки. У горожан они вызывали разную реакцию, смех, удивление и даже испуг. За этим они и пришли разрушить привычные рамки восприятия всего, что нас окружает. В таком формате фестиваль впервые за 15 лет. Условия диктует пандемия, но именно шествие по дворам позволило захватить понимание тех, кто и не собирался погружаться в театральный перформанс. Они понимают, что, во-первых, это... То есть они не сразу понимают даже некоторые, что это такое, потому что не все, вероятно, знали. Но однозначно для них это некоторый такой культурный удар. Такой, да, по их рецепторам культурным. Было интересно, потому что дети буквально комментируют каждое действие, которое происходит. Видно, что они впитывают, можно сказать, да. Гости из северной столицы в Сибирскую приехали, чтобы увидеть, как зритель откликается на такой формат. Как раз для этого мы буквально год назад запустили историю с Организацией Российского Союза уличных театров и артистов, чтобы объединить регионы России, понять, где что происходит. И вот сегодня я был абсолютно счастлив, что открылся фестиваль в Тобольске выступлением местным театром. Горожане, как завороженные, наблюдали за безмолвным действием. А некоторые и участвовали. Взрослые становились на этот момент детьми. Но за яркими костюмами и эпатажем своя философия. И внимательному зрителю она открывалась каждому как-то по-своему. Время у каждого существа течет в определенном диапазоне. Я так понимаю, что это мотылёк, который живет очень мало по времени, но пытается прожить какую-то свою жизнь. Для всех, и для детей, и для взрослых, каждый видит что-то свое. Сны, творческие мысли людей различных, призывающие людей творить, мыслить, создавать что-то новое, интересное. Что-то разумное, что-то новое, что-то только что рожденное. Даже строители отвлеклись от ремонта крыши и наблюдали за необычным действом. В разных микрорайонах города коллективы Тюмени, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга представили Тобольску разные перформансы. Но было и то, что их объединяло. Мы хотим немножечко подумать вообще о мире глобально, об экологии. О том, что на самом деле кто мы, кто мы такие сами по себе, что нам нужно бережно друг к другу относиться. К миру, в котором мы живем, в котором происходят вот такие вещи. Театральный фестиваль в Тобольске состоялся при поддержке телеканала «Тюменское время» и в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур». Чем больше, чем красочнее, чем более выразительны эти мероприятия, эти проекты, тем быстрее и лучше формируется определенная культура и определенный вкус у народа и стремление к созданию новых собственных продуктов культуры и искусства в Тобольске. И тому подтверждением стал выход на улицы города Тобольского молодежного театра. Артисты впервые принимали участие в фестивале и даже для такого коллектива это необыкновенный опыт. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.